Дорогие друзья, сегодня вы увидите отличное видео одной украинки, она из села, которая говорит, у нас сегодня происходит рейд, рейд, те, кто не хочет воевать, против тех, которые тоже не хотят воевать. Одни, которые отмазались ад, чтобы идти на фронт, купили бумажки или ТЦКшники, они ловят тех, у кого возможно нет денег, которые прячутся. Это называется война, вы можете представить. У нас в селе сейчас прямо рейд происходит, те, кто не хочет воевать, покоют тех, кто тоже не хочет воевать. И вот так вот они друг друга спасают Украину, вот так вот, вот таким образом мы спасаемся. И знаете, я заехала там по делу к одному человеку, он достаточно такой успешный взрослый мужчина. И вот три сына, дочка, как у меня, трое взрослых уже сыновей. И я говорю, будьте осторожны, там покоют. Он говорит, нормально, ну в Украине война, мы же украинцы, забороть, значит, забороть. Я говорю, слушайте, туда попасть легко, оттуда невозможно. Я говорю, не все там так просто, как вам рассказывают. А ведь мы украинцы, тара-та-та-та, я думаю, чекай-то, то вы украинцы, то че хлопцы сами наедут. Я говорю, как шо вы украинцы, да? Че вы с этой тачкой-то, пока забороть вас? Ну, какая-то странная ситуация. Но смотришь на эту глупость несусветную, несусветную глупость. И думаешь, вообще конец этому будет? Люди вообще, когда они придут в себя? Когда сыновей привезут, не дай бог, уже так, чтобы не вернуться оттуда живыми? Да, боже мой, сколько таких, которых погибли дети. И все равно они за Украину. И идите, и воюйте, все равно. Я не знаю, что в головах у людей, я не понимаю. Что, ради чего? Неужели не видно, что происходит? Что уряд рвать Украину? Неужели вы не видите? Как вы можете продолжать, хотите умирать? За какую Украину? Украиной руководят сейчас те, кто ее продают. Раздают, продают, предают. За кого вы хотите воевать? За какую Украину? В их руках власть, в их руках. Печати, подписи, законы в их руках. За что вы хотите воевать? Я не понимаю, я не понимаю. Меня хоть убейте, я не понимаю, за что воевать. Нас уже продали, распродали. И уже все разделили, распределили. Уже знают, чем это все закончится. Уже все все знают там наверху, чем это закончится. Им надо просто наших почистить, чтобы уже некому было возмущаться и вставать против них. Чтобы уже никто против них не встал. Вы же, я не знаю, ребята. Я не знаю, сколько надо еще горя, чтобы начали что понимать. Видео из ТикТока одного мужчины из Молдовы. И он говорит, потрясающая вещь. Я знаю точно так же, как и Трамп. Я знаю, как остановить войну за 24 часа. Нам нужно только два элитные подразделения, с обоих сторон. Что он подразумевает под этим? Одно подразделение и другое должно быть составлять из детей, детей. Детей прокуроров, детей чиновников, депутатов, министров и самого Зеленского. Я вас уверяю, война закончится в течение 24 часов, как он говорит. Но такого никогда не произойдет. Я знаю, как остановить любой военный конфликт, любую войну, всего лишь за 24 часа. Проблема заключается лишь в том, что это никогда не произойдет. Это никогда не случится. Чтобы остановить любой военный конфликт, любую войну, любое противостояние, достаточно собрать два подразделения, с обеих сторон по одному подразделению, элитных солдат. Что я подразумеваю под словом элита? Призвать всех детей чиновников, губернаторов, прокуроров, судей, премьер-министров, депутатов, я не знаю, называл, не называл, и даже президентов. И отправить их в мясорубку. В ту мясорубку, в которую они отправляют простых людей. Людей, в которые вбивают патриотизм и вбивают, что якобы кто-то у них что-то хочет отобрать. И люди сами идут и отдают свои жизни. Ради кого? Ради политиков? У вас никогда ничего не было. Что у украинцев, что у русских. Никогда ничего придет запад, отберет. У кого? У вас? Или у ваших политиков? А может быть у олигархов, которые давным-давно купили ваших политиков? Да? И ваши купленные политики, как проститутки, как марионетки, будут подчиняться тем, кто им платит. А если вдруг они откажутся подчиняться, то начнется шантаж. Эти люди купили СМИ. Эти люди зомбируют вас через телевизор, называя вас патриотами и призывая вас прийти и умереть за их интересы. А в этот самый момент они будут покупать себе автомобили Бугатти, виллы, дачи, яхты, апартаменты, дома в том же, в том же загнивающем Западе. Причем, что русская сторона, что украинская сторона. Потому что им плевать на крепостных, а мы для них крепостные. То, что нам дали паспорт, не дали, а продали. Вы знаете, что паспорт это государственный документ. Документ, за который вы заплатили деньги. Но это не ваш документ, это государственный документ. Странно, не так ли? Вы покупаете у государства документ, который удостоверяет вашу личность, разводил его по полной. Причем, с этим же документом вы не можете пойти устроиться на работу. Вам нужен налоговый номер, конечно же, чтобы платить дань. И в итоге вы все равно будете должны вашему государству. Независимо от того, что вы будете еще платить налоги на землю. Хотя мы, люди, были рождены свободными. У нас просто эту свободу отобрали. Начали манипулировать нами. И начали говорить, что мы кому-то что-то должны. Задумайтесь над тем, что я сейчас сказал. Я знаю, что многие, в принципе, даже и не поняли, о чем шла речь. Мира вам всем адекватна. Никто на Украине не хочет воевать. Запад прекрасно об этом знает. Одни бегут через границу, румынскую или еще какую-то границу. И платят иногда своей жизнью. Потому что им все равно, или они вдруг их застрелят на границе. Или они перебегут границу. Или они погибнут на фронте в течение пару дней. Неподготовленные ребята. Вот такая жизнь. И это все знают, Запад. Другие сидят на Западе. Я их многих понимаю. Да кто же захочет, если они сами слышат о том, что те на Украине, которые остались, у которых нет денег, их послать на фронт, они не хотят. Почему они должны возвращаться ради какой-то родины? Я сбежал, сиди, закрою рот. И интегрировался в другую страну. Мы имеем в обществе две касты. Я уже говорила, даже три касты. Это самая была большая элита. Нищие. Посередине появилась каста, которые были ничто, но у них появилась возможность, власть. Протем своей власти они стали зарабатывать деньги, и превратились из дерьма в паны. Делают, что хотят. Ребятки, сейчас я коротко вам еще покажу одно видео. Я всегда себя спрашивала, за счет чего вообще живут, я вот смотрю иногда, киевских блогеров, показывают они, есть такие разные каналы, сегодня в Киеве там, что и как, они показывают улицу, как люди живут, удивлялась. Миллион кафешек сидят там люди, люди бухают, радуются жизни и так далее. Ну ладно, мы можем сказать, они не знают, что завтра будет. Лучше они говорят, сегодня мы побухаем, развлекаемся, завтра, может быть, мы уже в живых не будем. Давайте даже так возьмем, как говорят многие украинцы, где оставь их, пусть они кайфуют, неизвестно, что завтра. Пусть. Но я себе-то задавала вопрос все-таки. Все равно, очень много людей развлекаются. Это не просто только элита. Откуда у людей деньги? Я спрашивала. Я нашла статью, кстати говоря, на немецком. Я немножко перевела, частично я вам перевод свой сейчас покажу, и буду знать откуда. Что? Государство наживается на всем. Причем эти деньги, которые они имеют, например, от фирмы и так далее, эти деньги опять же идут куда? Эти деньги идут не опять же для фронта и так далее. А эти деньги идут опять в карманы чиновников. Потому что всех же на фронт невозможно взять. Нужно тоже кому-то, мужская сила нужна, нужно кому-то оставаться. Потому что в Киеве я очень вижу по улицам хоть много молодежи, и много мужчин молодых, и не только женщины. Я спрашиваю, почему их не берут? А теперь я понимаю, потому что ясное дело, что нужны люди, которые должны выполнять какую-то такую работу, которую только может мужчина выполнять, заводы там, производство какое-то, даже супермаркет, грузить, товары перевозить, что-то делать, и так далее. Помощь какие-то, помощь фронту и так далее. Я тебя поняла. Но теперь я узнала, из этого видео вы знаете, что за ценных сотрудников, например, скажем, фирма решает, каких сотрудников мы можем отправить на фронт, каких нет. Можете представить? Там тоже коррупция опять же идет. То есть деньги зарабатывают на этом. Кто-то заплатит, и его не отправят на фронт. Ценный сотрудник. Так вот, чтобы вы знали, за ценного сотрудника платят по 500 долларов или евро, я не знаю, что он сидит в тылу и работает в какой-то фирме. И чиновники еще наживаются не только просто на войне, еще и с фирм, которые должны заплатить дань за людей, которые должны работать в фирме. Так они так и так нужны. Ведь всех же не отправишь на фронт. Кто-то должен работать, и какая-то экономика должна быть. Женщины совсем не справятся. Люди, которые скрываются от ЦКшника, помощника их. Что ж вы всех возьмете, если на фронт? То кто же останется? А кто будет работать и помогать вообще стране? Но им все равно, эти люди получили какую-то власть, да еще попло может какой-то сорвать. И они, им плевать, что для их страны нужно оставлять какую-то часть людей, которая должна помогать. на заводах, фабриках, магазинах и так далее, и тому подобное. Да, различные, я не знаю, различных отраслях. И они их тоже посылают на фронт, если увидят кого, и он не успел скрыться или не смог отмазаться. Самое главное, чтобы нажиться. Власть наживается, вот такие, которые возомнили себя богами, которые, может быть, ничтожествовали до войны, а ставят ЦКшниками и сейчас у них власть появилась, да еще бабки, деньги не пахнут. Я вообще в шоке, что я узнала. Причем это немецкий перевод был, это немцы опубликовали. В статье говорится, самая большая проблема это рабочая сила. Это не только люди для армии, но рабочая сила, об этом забывают. рабочая сила тоже можно нажиться. Мало того, что недостаточно рабочей силы, потому что уехали из страны, откупились, спрячутся и так далее, и тому подобное. С рабочей силы можно тоже какие-то деньги выжать для правительства, для чиновников, а не для родины Украины. С начала войны из страны бежало более 6,5 миллионов человек. Еще 11 миллионов оказались ловушки на оккупированных России территориях или в районах близких к линии фронта. Еще 1,2 миллиона были призваны в армию. Таким образом речь идет о том, что за два года почти половина всего населения перестала быть доступной рабочей силой. И именно в этом кроется причина происходящая. И поэтому в супермаркте пустые полки, расписание поездов жестко отменены, а в компании закрывают целое отдельное. Рабочих просто не хватает. И каждый украинец готов идти на фронт, чтобы соревноваться с русскими и чтобы избежать призыва, а не придумывать всевозможные уловки. Ну а самый простой способ исчезнуть от неловима сменить адрес, телефон, номер телефона и что самое важное для нас сменить работу. Если украинец имеет постоянную работу, какой-либо компанией военной могут отследить его через работодателя. Кроме того, недавно был принят закон, который обязан компании предоставить армии обновленный своих сотрудников. Таким образом, есть две альтернативы, чтобы избежать вербовки. Либо работать в черной экономике, либо оставаться безработной. можно мобилизировать миллионы людей, но если у вас нет средств для их оснащения, войны не будет. Чтобы вести войну, солдаты должны есть. Нужно одежда, снаряжение, боеприпасы, медикаменты. А где все это производить? Чтобы военная экономика работала, люди должны быть как в окопах, так и на заводах. Итак, мало мужчин, меньше государства денег от налогов. Потому что многие мужчины на фронте или сбежали, или откупились. А страна живет частично от налогов. Кто решает, какие сотрудники действительно важны, а какие нет? Есть ли компании с более важными сотрудниками, чем другие? Сейчас есть предложение на Украине на рассмотрение парламента, которое предусматривает, что компании должны выплатить около 500 долларов в месяц за каждого сотрудника, который они захотят защитить от приобретения. Это означает немалый дополнительный доход для государства в размере около 400 миллионов долларов. Но действительно ли это поможет защищать уязвимых работников? Подумайте сами. 500 долларов это большие деньги для Украины. Учитывая, что средний доход в этой стране около 350 долларов в месяц. Это означает, что компания не захочет платить такую сумму, если только работники не являются действительно критически важными и не способны заработать эти деньги. Точно та же компания, которые сами не очень производительные, не смогут вести расходы. те, кто не работают на заводах, должны работать на передовой. И вы, вероятно, уже поняли, в чем проблема, потому что это не самая справедливая система из всех возможных. Многие критикуют этот шаг, считая его крайне несправедливым по отношению к добровольцам у тех, кто ранее был призван в армию. Другие утверждают, что богатым оказывается явное предпочтение, а бедным в ответ подвергаются жесточейной дискриминации. Будет создана армия бедных и при этом не будут учиться потребности самой армии. И да, все эти критики возможно правы, но я спрашиваю, есть ли у Украины альтернатива. Что же, дорогие друзья, мы имеем? Короче, мы имеем так. Опять же, какая-то фирма решает, важный сотрудник у него или не важный. За важного сотрудника они платят налоги специальные, предполагают 400-500 долларов, чтобы не отправлять его на войну. То есть откупают человека. Вы сами можете представить, что опять из этого выйдет. Это будет опять же люди будут, не только он будет, может быть, важный этот человек, а просто-напросто человек сам будет платить. Не фирма будет платить 450, а он сам лишь бы не идти на войну. Опять же, правильно говорится статья, что кто, короче, имеет деньги, тот значит тылу. А на Украине правильно было сказано, мы имеем армию, армию бедных. Я много раз в моем видео уже говорила об этом. Я прощаюсь с вами, мои дорогие, до новых видео. Пока. 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 Продолжение следует...